Меня зовут Бондарева Светлана Валерьевна, я начальник отдела Организации трудоустройства населения Славянского городского центра занятости. И сегодня я хочу рассказать о новых методах в работе Государственной службы занятости. С 1 января 2018 года в службу занятости, в работу службы занятости было введено понятие кейс-менеджмента, сопровождение предтрудоустройства по кейс-менеджменту. Кейс-менеджмент в буквальном переводе означает управление случаем или же решение конкретной ситуации. И вот как раз решением конкретной ситуации, конкретной проблемы клиента и занимается кейс-менеджер Государственной службы занятости. Когда человек соглашается на то, чтобы в его интро-доустройстве занимался кейс-менеджер, то прежде всего оценивается конкретная ситуация. Оцениваются проблемы, все барьеры, которые мешают для того, чтобы человек нашел работу. Оценивается эта ситуация и тогда составляется индивидуальный план трудоустройства, в котором оговариваются конкретные шаги, которые должен сделать как клиент, так и кейс-менеджер, для того, чтобы конечным итогом было трудоустройство. Кейс-менеджмент направлен прежде всего на поддержку тех категорий населения, которые самые уязвимые на рынке труда, которым сложно конкурировать на равных с остальными. Это мамы после декрета с маленькими детьми, это лица предпенсионного возраста, это выпускники учебных заведений, то есть тех, кого, как правило, неохотно берут на работу. А помимо этого, человеком могут быть еще и какие-то другие проблемы, какие-то другие барьеры в трудоустройстве. Но так как мы говорим о том, что это решение комплекса проблем, то, конечно же, наших усилий бывает недостаточно, и мы нуждаемся в помощи социальных партнеров. Сегодня я хочу обратиться к нашим клиентам, которые пребывают у нас на учете, которые относятся, возможно, к одной из категорий социально незащищенных. Пожалуйста, если вас заинтересовала эта информация, обращайтесь к своему личному консультанту. Вам дадут более развернутую информацию, более подробно расскажут, как эта система работает на практике. И также я обращаюсь к людям, которые не состоят у нас на учете, но также нуждаются в помощи в трудоустройстве. Пожалуйста, приходите, мы всегда будем рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok